я искренне надеюсь что ты сейчас не прыгнешь в паровоз потому что я сейчас погоди секунду этого не спорить мари есть вещи реально намного более важных подожди по стойную серьезно это важно смотри он сейчас придет видишь мы опоздали как печально вышло мне смотри извинишь я тебя не отпустил да там но как для меня было важно с тобой пообщаться здорово это шамшурин и мы с твоей бывшей вместе ведем этот репортаж из леса значит смотри это видео из серии как познакомиться да она посвящена знакомству с девушкой в метро и прежде чем я расскажу тебе как это делать какие там есть нюансы да хочу напомнить что уже стартовали продажи уже вовсю можно бронировать себе место на мой практически онлайн марафон шамшурин всегда рядом где я голосом и по видеосвязи буду вместе с тобой когда ты выполняешь задание где бы ты не находился в каком городе и собственно говоря продажи уже открыты после завтра мы стартуем 3 числа все пойдет и закрутится 10 дней подряд ты будешь знакомиться самыми лучшими девушками своего города и это будет легко потому что я буду рядом с тобой если несмотря на то что в предыдущих видео я рассказал тебе какие-то нюансы о знакомствах в разных ситуациях ты все еще никак в этом вопросе не сдвинулся опять же ты можешь выбирать ты можешь продолжать обманывать себя и говорить себе не у меня все впереди и все классное она сейчас свалится с этого дерева на меня упадет либо ты можешь использовать мою поддержку использовать то что пока еще теплые дни использовать то что ценник мягко говоря бюджетный этого мероприятия вписаться и уже я лично вместе с тобой буду на видеосвязи в аудио формате поддержки в чате я и мои коллеги мы будем вместе с тобой и с твоими единомышленниками из твоего города делать эти все задания так как познакомиться с девушкой в метро то есть напоминаю уже 105 раз да что есть определенные страхи она не хотела бы показаться легко доступный и давай допустим возьмем варианты 2 и это легко мы делаем на моих тренингах особенно живых то есть я помогаю это делать вариант когда она заходит в метро в вагон метро еще здесь на станции вариант когда на станции начнем с варианта когда она заходит то есть ты открываешь девушку подходишь знакомишься с ней и ты понимаешь что сейчас она уедет потому что начинает приближаться поезд самое ключевое здесь что когда поезд еще далеко они когда уже открываются двери ты начинаешь в этот момент говорить и что ты знаешь это не последний поезд скоро будет следующий я еще тут планировал с тобой в загс бегать туда обратно я сейчас никуда тебя не отпущу потому что блин а вдруг ты та самая женщина которая мне нужна ну что-то с ней разговариваешь смеешься особенно если хорошо это работает если девушка нормально идет на контакт открылась и в этот момент ты говоришь это не последний поезд я лично посажу тебя на следующий но сейчас нам с тобой нужно договорить мне просто в другую сторону с тобой не пойду и тут как бы ключевое даже не то что ты говоришь а то что если ты до этого быстренько заинтересовала она позитивно реагирует берешь и за локоточек и пытаешься ее утянуть то есть не надо ждать сказать а давай ты пропустишь поезд нет то есть ты помогаешь ей то есть тем самым складывая с нее ответственность а женщины не хотят брать на себя ответственность в этих вопросах в вопросах общения с мужчинами и сближения с ними отводишь от поезда там уже общаешься она уже охренеет от этого то есть ты уже заинтересуешь тем что ты не пустил ее в вагон потом ты ее возвращаешь вот следующий поезд мы там все пока езжай это очень круто работает если есть такое знакомство и тут самое главное наверное проблема говорю почему мы на живых тренингах это делаем легко в том что мужчине наверное по первости несколько раз сложно себе это разрешить как это так типа я буду сейчас не буду не пускать в поезд но не пускать и такое очень жесткое слово но здесь не так выглядит и второй момент когда даже он это делает он это делать настолько топорно поначалу потому что его колбасит он же внутри сам себе это не разрешает так вот а если ситуация допустим что она едет в вагоне напоминаю что для нее важно не показаться доступной глазах окружающих то есть если вагон переполнен но бывает такая история когда ты сидишь смотришь на девушку посматриваешь потому что многие из вас даже смотреть себе в им и в глаза не разрешают вы как-то там костись убирайте глаза хотя в идеале если она смотрит нужно просто вот так сидеть и вот так вот смотреть на нее просто не убираю взгляд может еще вот так сидеть смотреть конечно лучше лучше все-таки первый она даже тебе улыбается должен блин вот круто и ты как бы набираешься как бы смелости и решимости пытаешься там подойти к не подходишь что-то там и бормочет она говорит нет и ты думаешь блин а как это так это именно потому что она стесняется того что рядом сидит такой-то мужик бабушка не знаю так далее кажется эти люди смотрят и оценивают таком случае в идеале чтобы так не произошло конечно же выйти на станцию познакомиться там либо не привлекать к себе внимание это очень сильно зависит от уверенности в себе женщины от того как выглядишь ты и как у из какой социальные скажем прослойки и ты представляешь если она в тебе распознает какого-нибудь олигарха она подумает да ну их на людей из метро какая мне разница чего они обо мне подумают это от ее ценностей также зависит потому что если бы пофиг на олигархов то она так не скажет вот ты подходишь не громко и открываешь пытаешься с ней заобщаться если общение идет достаточно сухо ты пытаешься выяснить до какой станции она едет и если она там выходит скоро ты говоришь окей я с тобой выйду мы с тобой пару минут пообщаемся даже когда я там спешу ты шнение ну это все быстро выходишь на станцию там уже как бы нет ощущения что за ней наблюдает все это замкнутое пространство этот вагон все куда-то бегут и там она легче общается второй момент если она например говорит что я еду далеко пытаешься все-таки убедить ее сказать слушай давай выйдем я тебя посажу в следующий поезд и ты поедешь если ты заинтересуешь она выскочит с тобой так звучит выскочит как будто вы махаться будете да либо же тихонечко но самое главное не привлекая внимание и можешь даже озвучить и это ты знаешь я все понимаю я на самом деле очень стеснительный человек меня сильно парит вообще когда люди рядом слушают и я сам сейчас чувствуем очень дискомфортно поэтому давай я потихоньку запишу твой телефон вот так с юмором и потом я тебе позвонил и напишу ватсапе либо же как бы едешь с ней до ее последней конечной станции берешь этот телефон там то есть но ключевое в идеале если есть возможность как-то из вагона переместиться в то пространство где перрон где станция где люди куда-то просто снуют туда-сюда то лучше сделать это там как-то сделать включая фантазию но это очень важный момент да кстати у меня тут еще такая история была я недавно видел что когда в метро вот суматоха особенно если мы берем там москву например то люди вот так вот идут просто там друг на друга огромное количество людей и там чувак такой идет типа в телефоне и девушка идет и смотрят на встречу в телефоне и в тот момент когда они практически поравнялись парень поднимает голову и видимо от того что он не ожидал во вторых скорее всего что от того что это же девушка нужно же выступить он просто вот так вот тройной сальто как отпрыгнул в сторону блин как вот как олень вот как сейчас модно говорить и это выглядел очень угарно то есть просто если даже такая ситуация ее можно же смоделировать то есть допустим ты не знаешь как зацепиться поздно за знакомство какой ты видишь красивую девушка она идет тут надо вовремя сориентироваться ты встаешь так перед ней ну или идешь на нее и типа не видишь такой то есть задача вы типа не столкнулись что не столкнетесь но когда она такая прям перед тобой поднимет голову ключевое не нужно никуда прыгать не нужно отпрыгивать как олень и не знали как тюлень или как кто угодно просто стоишь то есть чтобы она тебя обходила всегда так делаете вы забываете о том что вы мужчины где собственное уважение к себе и в этот момент когда она обходит и что-то там раз тихонечко подожди подожди прям пару секунд или просто улыбаешься вот так делаешь молча и и улыбаешься и смотришь на реакцию здесь и вы не поверите но девушки намного больше чем вы думаете готовы с вами общаться просто вы не проявляете эту инициативу а если проявляете то они может быть немножко лишнего выпендриваются меня конечно же это тоже в свое время очень сильно раздражало но еще раз самое главное опыт и делать попытки и тогда все у тебя будет в порядке и секс с теми женщинами которых ты хочешь и самое лучшее которое будет тебя поддерживать принимать тебя обожать тебя ты и и она тебе это реально самое крутое что может быть в жизни и уже послезавтра старт марафона на котором я телепортирую тебя эту новую жизнь остается только взять себя за свои яички вписаться забронировать место здесь по ссылке и увидимся там пока ну значит и более сейчас через 10 минут придет следующий паровоз а вдруг мы с тобой в загс соберемся привет кстати привет давай мы с людей отойдем в людях стоим да ты не переживай сейчас будет следующее ты какая а ты с работой или че ну прям уже так за ручки почему уже стою не ну может ты сейчас и есть и мы больше никогда не увидимся тихо 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 а ты здесь работаешь или че у тебя очень полосатая это офигеть а ты какой-нибудь руководитель отдела продаж на она такая серьезная наша женщина в очках очень это сказать вызывает интересные мысли мужчин то есть у каждого мужика есть тайная мечта доказать школьную учительницу за двойку отомстить вернее и когда вот ты в очках то есть но такие ощущения какие подожди пока не уходи мне говорили что мне нравится твоя кожа и знаешь мне нравится такая податливая что я вот стою веду себя как скотина а ты нормально реагируешь в принципе так и должно быть конечно нет так и должно быть понимаешь потому что это хорошо что не выпендриваешься стоишь хорошо спокойно реагируешь сережки прикольный а чем ты кроме работы занимаешься это лицо как будто на работе чем-то накормили наркотическим сколько чем например ну ты встречаешься с классными парнями с рыжим входит в план ой да прикинь оказывается ой я здесь не от нас так ну ты такая как это нормальная простая хорошо сколько тебе лет мне кажется первый раз такое откровение почему мужчина должен быть откровенным зачем мне тебя обманывать я пока даже не знаю что я хочу от тебя ну как бы возможно секс возможно жениться возможно это и возможно просто пообщаться я не знаю возможно просто даже не общаться не знаю ну знаешь как-то спонтанно иду наверх смотрю ты девочки в очках они как-то у меня все-таки добрые какие-то ассоциации вызывают сколько лет сколько думаешь не думаю вообще последние два дня мой мозг атрофируется я забыл что такое думать много невероятно смотрю чаще такие острые черевички смотри давай рискнем как-нибудь позвоню на днях просто покатаемся по ночному городу или чай попьем чай попьем чай попьем я просто уезжаю а когда ты приедешь надолго что за эти а ну это невероятно просто значит это это же не дожить а ты когда вернешься не знаю а ты уезжаешь только на следующий день ну и чё смотри может быть еще планы поменяются поедем вместе мне кажется это еще следующая неделя целая неделя есть там не знаю на днях там послезавтра а завтра в бане пойдут послезавтра вечером заедут с тобой чай попьем да соглашайся чё ты ну как бы всегда же можно там не знаю передумать или что-то еще что что тебе мешает скажи я же не просто так за тобой тут это шел обратно ты очень уверен в себе тебе кажется я ссу куда тебе звонить ну а какой должен быть мужчина еще скажи мне неправильно в наше время только смотри чтобы я не зря не засорили меня вова зовут не засорял свой телефонный список то есть ты мне скажи тебе вообще есть смысл звонить а я не знаю тоже что я хочу от тебя ну давай мы попробуем рискнем то есть мы хорошо ты готова рискнуть часом свободного времени часом да ну отлично самое главное чтобы хотя бы минимальная планка час была я сейчас тебя наберу и вот нет не нужно меня называть почему а я думаю я бы я перепутал ими такой думать а как ну нет мне не нравится почему ну не знаю оно какое-то такое его можно компенсировать смотри то есть если оно там слишком я не буду еще делать слишком няшное то есть можно там брать так за волосы так вот оттягивать то есть и в этот момент это компенсируется можно не знаю называть это при этом тебя знаешь обнимать вот так как то вот няшно и ты будешь думать надо быть разным а сколько и ты же не сказала сколько тебе сколько я не скажу сколько и мне так короче смотри не но ты интересная какая-то а ты серьезно уезжаешь ли это вот от маски какие-то а куда уедешь то за что ну что угораешь что ли подожди не оставь ну как бы пока не уехала надо встретиться да может быть это и передумаешь еще давай щеки свои все давай второй обалдеть почему обалдеть давай хорошо тебе доехали береги себя блин даже отрываться неохота пока пока